Всем привет, с вами Артём Бёрдман и это мой новый проект Pre-Production мечты, в котором я буду рассказывать о подготовке к съёмкам своего короткометражного фильма под названием ЧБ 4х3. Я далеко неспроста назвал этот проект Pre-Production мечты, так как этап подготовки я считаю самым важным и одним из своих любимых в создании кино. Я сам вообще начал свой путь в кинематографе именно с работы на Pre-Production в анимационном кино и с тех пор уделяю огромное внимание к подготовке к съёмкам и само собой к своему дебюту я хочу подготовиться особенно тщательно. И поэтому мы будем стараться делать на Pre-Production всё, что только будет позволять нам время и наши ресурсы, что часто, к сожалению, и далеко не всегда даже делают на больших и крупных проектах. А начнём мы с освоения локации, особенно с учётом того, что она, это что? Это моя квартира. И в течение последнего полугода я потихоньку её оформлял по художке. В этом ролике мы будем с вами смотреть с оператором помещения, я буду рассказывать о своих идеях и мы будем обмениваться мнениями. Ну что, погнали! Так, короче, смотри, здесь первая сцена, здесь, значит, вот эта фотография этого Даниэра из таксиста, здесь пистолет, короче. Смотри, что я хочу. Самое важное здесь. Здесь вот обои, да, они, короче, фактурные, но нам с худпостом надо поговорить. Мне нужна в этой сцене должна быть максимальная глубина, короче. Я хочу, чтобы свет проходил от окна, как это окна имитируют, то есть как в железе, как вчера мы делали, когда был снимать. Короче, чтобы вот эта текстура, но надо, чтобы она была поярче, чем у нас, короче, получилось. Смотри, то есть мы можем подумать как. То есть, во-первых, мы 4 на 3 снимаем, в целом мы, скорее всего, окно, оно не будет у нас в кадре. То есть мы всегда с этой стороны, короче. То есть он будет сидеть здесь, пройдёт сюда, да, то есть сядет здесь. Изначально его позже нигде. Он здесь будет. То есть он будет выходить отсюда, он нам не нужен изначально. То есть он там берёт этот ствол, идёт, садится и всё, по сути. Он больше не стоит. Реф покажу, сюда вставим. Реф из человека, которого не было. То есть именно, то есть получается, смотри, на фон работает один, а здесь, может быть, даже тоже, скорее всего, жёсткий свет. То есть эта сцена чисто жёсткий свет, без софтов, без всего. Но там насадку, наверное, надо будет делать, да, какую-то проекционную. Мы там сделаем или возьмём. Можем и сами сделать. Не суть. Короче, смысл в том, что вот эта текстурка, потому что, чтобы нам немного объёма добавить, но эта сцена вообще, то есть это ближе к, знаешь, тьму. Вот надо посмотреть, наверное, я думаю, что гражданин Кейн прям. То есть именно очень большие перепады. И в идеале мы должны бы снимать на восьмёрке. Ну, там в зависимости от этого. Ну, надо посмотреть. Если зикам, то мы можем ISO втопить. Ещё полный кадр, то есть мы будем снимать здесь на эти широкие линзы. Здесь будет 20-28, если мы берём с клинтажей. То есть мы не выходим за 28, всё очень широко. Все линии больше диагоналей, больше с этой стороны снимать. За счёт того, что у нас 4 на 3, у нас возможность того, чтобы у нас, мы не будем, скорее всего, ну, палить с прибором, у нас не будет сильно. Поэтому мы можем там или даже, ну, а если что, мы можем на балкон поставить. Единственное, что нужно, да, чтобы расстояние, чтобы эта текстурка была, чтобы она проходила когда, чтобы вот сюда попадала. А на него отдельно прям вот такой. Ну, я тебе покажу ещё, кстати, по-моему, я тебе не покажу. Что прям совсем чуть-чуть, он будет в маске, в шляпе и вообще не будет весь чёрный. А это по референсу на гражданина Кейна должна быть? Не то, что... Ну, да, да. Ну, то есть, понимаешь, смысл в том, что почему гражданин Кейн? Потому что он очень графичный. И именно в том, что очень прям жёсткие перепады. Может быть, знаешь, ещё что можно попробовать посмотреть? Ещё один Орсен Уэллсен, посмотреть этот... Как он, блядь, называется? Орсен Уэллс, этот, блядь, как называется фильм Орсена Уэллса, который это самое. Вот он снял, там ещё Джанет Ли снимается. Этот, где вот эта культовая сцена с этим, блядь, с бомбой. Я её разбирал. Машина где? Да, крутая сцена. Слушайте, напишите на комментариях, если я не вспомню. Она там тоже хорошая, ну, артем такой. Ну, контрастная тень. И смысл в том, чтобы вот как раз эта текстура была, вот такие прям разрезающие. И здесь, соответственно, отдельный прибор, точечный, ну, прям ему вот... Я покажу рефа из Человека, которого не было. Чтобы он прям вот где-то так вот, чтобы разрезала тень. Но мы в ЧБ, в ЧБ всё хорошо, в ЧБ всё хорошо, кстати, по поводу ЧБ. Он изначально вообще намного больше контраст даёт по дефолту. То есть даже при каком бы ты там раскладе ни писал, в любом случае будет очень довольно сильный контраст. И это круто, и с этим проще. Потому что я просто представляю, что человек, которого не было, там вообще просто провал в тенях жёсткий. И я думаю, блин, если бы снимали бы в цвете, такого бы провала не было. Вот. И, соответственно, и потом уже сцена, когда... Ну, мы использовать много не будем, тем более, что это будет уже для подписчиков. Препродакшн Мечты Плюс, да, на Патреоне. Но потом, соответственно, в основном будем здесь. То есть опять низкие углы обязательно. И сколько кадров на одну сцену здесь? Здесь, я думаю, что около 10 кадров будет. То есть там будут спаренные кадры, там наезды. Ну, давай. По этой сцене. Посмотрим. По телефону можно даже. Как будет, получается? Ну, условно говоря, нам... Ну, сильно спалить не будем, но, условно говоря, вот здесь, да, вот сидит. И... Да. Фотку? Только с этой стороны же мы будем снимать. Это осень, да? Ну, конечно, мы же не от света будем снимать. Свет-то там. Свет от окна, мотивация от окна, жалюзи падает на фон. Да, да. Ну, мы всегда с этой стороны. И вот такая вот диагональ. Ну, да. Даже возможно... А ракурс нижний? Нижний. Мы, скорее всего, вообще будем, ну, там почти максимально возможно. Мы, смотри, мы еще, наверное, еще больше будем сюда за диагональ заходить. Сюда, сюда, сюда? Ну, вот где-то так. И с учетом того, что у нас 4х3, я думаю, мне кажется, мы не влезем. Ничего не будет попадать. Потому что, скорее всего, если мы реально по-честному жалюзи повесим на окно и поставим прибор, они не дадут нам такой рисунок. И нам нужно где-то, условно говоря, вот этого стола будет там это самое делать. А что на фоне там будет вообще? Там? А мне кажется, там не будет. Я надеюсь. А тумбочка? Тумбочка остается. Она плевом будет. Она, кстати, прикольная довольно. Улскульная такая. То есть, единственное, что меня смущает, это пустая стена. При том, что, говорят, текстура, фактура наибой. Но не нужно подумать о том. Ну, это надо с худпостом поговорить, посмотреть какие-то рефы. Возможно, даже гражданин Кейн. Да, наверное, ближе к этому, да. А ты уже 4 на 3 поставил? Нет. Ага. Я подумал. Ну, типа такого, да. Ну, кстати, телефон как-то сам. Ну, вот, кстати, вот типа такого, да. Ну, вот этот под наезд как раз... А движение какое здесь будет? Наезд, плавные наезды. Парные. Когда потом начнётся один момент, который мы не будем рассказывать. Мы же не можем всё продать вам, друзья мои. И там будет наезд как раз привязательно с такого плана. Ну, то есть здесь, в принципе, я думаю, что-то в 10-12 может. То есть это сцена на минуту, наверное. Но она суперкрутой и графичная. В принципе, эта сцена, она может быть, знаешь, здесь... Если говорить про Кейна, да. Он, если вы смотрели, гражданин Кейна. Сейчас так не светит, потому что это считается, типа, не мотивационным. То есть мысль в том, что он... То, что сейчас называют павильонным светом в какой-то мере. То есть в том плане, что эта сцена, она может выглядеть именно... Вполне вероятно, что это будет прикольно, если она будет выглядеть немножко нереалистично. В плане того, что, допустим, нам надо будет снимать кадр на ручку, на дверь. На ручку даже, да. И мы можем, условно, тоже какую-то текстурку прям дать. Именно, знаешь, такой узкий луч как бы проходит. И пофиг в целом, откуда и чего. Ну, то есть я говорю, что здесь там режим Роджера Диккенса суперправильного довольно-таки чувака. Включая смысл у неё. Смысл в том, что какая-то фигня, именно прям на ручку, да. Тут может быть заполнение, там надо смотреть. По-любому будет, скорее всего, потому что всё равно темновато будет, наверное. И то есть или в потолок что-то, да, тебе потолок белый. Ну, в этом есть плюс и минус, в принципе. Будем делать тесты, да. В принципе, может быть даже, если получится на пришуту взять там камеру, прям здесь сделаем тест, сразу поймём, возможно, даже лут сделаем. То есть лут у нас, под каждую сцену лут будет, я думаю. Потому что эта сцена, она такая, надо прям сразу там какой-то верх взять и из него и сделать лут прям, чтобы на основе него там и зерно найти уже приблизительно. Зерно будет? Ну, в этой сцене тоже зерно надо делать. Даже, возможно, в этой сцене прям такое прям лудовое зерно. Но мне кажется, вот «Гражданин Кейн» возможно за основу взять. Почему я «Гражданин Кейн» говорю про... Потому что там очень низкие углы, очень широкое обзор. И как раз оттуда идёт решение закрываться. Он очень сильно закрывался. Грег Толланд, великий культовый оператор, вы его все знаете. Запомните это имя. И, кстати, Грег, да, у него, кстати, была идея изобрести объектив, который прям всё в резкости. То есть если посмотреть там глубинные мизансцены, причём там, блин, пипец, они далеко. Они даже там резкий передний план, там даже если с фокуса на заднем, они довольно резкие. То есть прикиньте, сколько нужно было света, чтобы так закрываться, блин. И это ещё плёнка какая. Я не знаю, как он снимался, там плёнка сколько? ЕСО-20, короче, наверное. Вот. И, соответственно, если говорить про это самое, про свет, вот, мне кажется, вот здесь стоит, да. И «Гражданин Кейн», мне здесь кажется. Но в «Гражданин Кейн» не было вот этих эффектов жалюзи. Они насколько? Они как окно, типа жалюзи, рамка просто. Да, рамка, чтобы она на фон... Или она на всю стену так... Надо пока... Хороший вопрос. Потому что я думал, что эта рамка как от окна. Знаешь, я хотел, чтобы фоновый свет был на него, условно говоря. Чтобы его отделить от фона, особенно теневую часть. Это важно. Но я думаю, что здесь же всё-таки... Ну, мне кажется, было бы прикольно, если вот здесь вот рамка, да, с фото, и чтобы на неё тоже эффект такой жалюзи. Но мне кажется, это будет прям такая длинная... Ну, тяжелее нам, мне кажется, будет. Ну, самая мотивация так надо. Да, да. Ну, то есть, такой длинный, наверное, тяжело будет. Тем более здесь я хочу ещё светильник поставить, чтобы он как раз подработал. У меня есть там прикольный, который тоже текстурку даёт, который как раз вот там в углу стоит. Мне кажется, его поставить как раз. И здесь. Единственное, что... Сейчас немного спорим. Ствол, может быть, какой-то даже отдельный приборчик такой мелкий поставить. Именно жёсткий на пистолет. Будет прикольно. Ну, жёсткий там всё равно, наверное, как это софтануть его надо. Но смысл в том, чтобы именно точно, короче говоря, мне кажется, будет прикольно именно точно, что он выделяется так. Ну что ж, друзья. Сегодня вот такой пилотный выпуск нашего проекта. Препродакшн мечты. Спасибо большое вам за внимание. Напоминаю, что нас можно поддержать несколькими способами. Пока что это переводом на мою карту Сбербанк. Её реквизит в описании видео. Буду рад любой вашей поддержке. Чем больше у нас будет ресурсов, тем больше у нас будет возможностей. И для вас, наверное, более выгодный и более интересный способ это, конечно, подписаться на мой Patreon-канал, где выкладываются разные ролики, материалы, обучающие. И для подписчиков Мартина Скорсезе на ультрах будет препродакшн мечты плюс. То есть будет апгрейденная версия того, что сейчас есть. Всем спасибо за внимание. И дохранит у нас всех Отец Наш Небесный Сергий Эйзенштейн. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok